Приветствую! Совсем забыл вас проинформировать о судебной практике по статье 337 Уголовного кодекса Украины. А это статья, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от воинского учета. Не путать со статьей 336, которая говорит об уклонении от мобилизации. 337-я это уклонение от воинского учета. То есть предполагается, что человек должен находиться на воинском учете, но он не становится на этот учет. Например, человек там, условно говоря, из Харькова уехал куда-нибудь в Киев и не стал там на воинский учет. Ему дали повестку, ему дали предупреждение о том, что он совершает таким образом правонарушение. И вот если после предупреждения человек не явился, то, соответственно, ТЦК и ЕСП обращаются в полицию с заявлением о совершении уголовного правонарушения. И вот здесь включается вот та самая статья 337, которой предусмотрено наказание в виде штрафа от 5100 гривен до 8500 гривен. Это штраф, но это уголовный штраф, это уже уголовное наказание. И второй вид наказания это исправительные работы, которые по сути являются тоже денежным взысканием, поскольку человек живет своей обычной жизнью, ходит на работу и у него из заработной платы в течение года будут удерживать какую-то часть заработной платы от 10 до 20 процентов. И вот в этом и заключается суд наказания. Так вот, за сентябрь месяц 2023 года в Украине по статье 337, внимание, вынесен только один приговор. И этот приговор был вынесен в Ровенской области. В соответствии с ним за уклонение от воинского учета человек получит наказание в виде штрафа в сумме 5100 гривен. И это, напомню, один единственный приговор на всю Украину по статье 337 за сентябрь месяц. Если вас интересуют приговоры по статье 336, то вот здесь будет ссылочка, и вы сможете посмотреть обзор судебной практики за уклонение от мобилизации за сентябрь месяц 2023 года. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Там гораздо больше информации, появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok